Подводя итоги года, в своем выступлении атаман района Валерий Плотников подчеркнул, казачество в Анапе крепнет и неуклонно развивается. В этом году у нас 31 класс. Это 791 учащихся. Это для нас, скажем так, небольшая цифра, но можем больше, можем и больше. Я еще раз повторюсь, мы работаем всегда на качестве, на качестве. Была создана казачья-таманская 1-я дивизия Алексея Бескровного. Наш полк, которым руководил Харьков Андрей Александрович, командир полка, который входит в два района, это Анапский и Крымский, занял первое место. Мы добивались уже многие-многие годы. Курировать работу с казачьим обществом в будущем году будет заместитель главы курорта Сергей Козлов. В своем выступлении он предложил атаманам активно подключаться к работе в рамках призывной кампании. Сегодня, вот сейчас закончился вот этот призыв, мы с сегодняшнего дня должны уже готовить списки и отдать их у стюжа казачат, которые должны пойти служить в казачью дивизию и бригаду. У нас есть такая возможность представляться нам. Но для этого нужно, чтобы он был казаком. Подготовить все работы. По итогам работы в течение года наиболее активных казаков и атаманов наградили благодарственными письмами и ценными подарками. Подвели итоги ежегодной спартакиады. В очередной раз кубок победителя у станицы Анапской. Приказом пограничного управления Харун Живанна Точий награжден нагрудным знаком. Отличник пограничной службы третьей степени. В предстоящие праздничные и предпраздничные дни казаки будут дежурить в усиленном режиме в местах проведения массовых мероприятий.